12 декабря, воскресенье, старый стиль, 29 ноября, неделя 25 по Пятидесятнице, Глаз 8, Рождественский пост, Рыба. Мученик Парамон Бифинский, святой мученик Парамона, с ним 370 мучеников, пострадали за веру во Христа в 250 году. По императоре Деке, 249-251 года, правитель восточных областей Аквиан, заточил в темницу 370 христиан, принуждая их отречься от Христа и принести жертву идолам. Заключенных предавали пыткам, надеясь мучениями и угрозой смерти, заставить их отречься от Христа и поклониться языческим божествам. Один из местных жителей, по имени Парамон, в виде мучений христиан, открыто обличил жестокость правителя и исповедовал свою веру в единого истинного Бога, Господа Иисуса Христа. Святого Парамона после жесточайших пыток обезглавили вместе с остальными 370 мучениками. Мученик Филумен Анкирский Святой мученик Филумен пострадал за Христа в 274 году в гонении на христиан императора Аврелиана в 270-275. Святой Филумен занимался хлебной торговлей в Анкирии. Завистники донесли правителю Феликсу, что Филумен исповедовал христианскую веру, и он пристал перед судом. Святой Филумен не отрекся от Христа, за это ему вбили гвозди в руки, ноги, голову и заставили ходить. Святой Мученик Мужчина терпел пытки и скончался от потери крови, предав душу Богу. Преподобный Акакий Сенайский Сказание, которое привел в Лествице преподобный Иоанн Лествичник, как пример терпения, послушания и награды за них. Не хочу правильно скрывать и лихаимствовать бесчеловечно, не хочу молчать перед вами о том, о чем молчать не должно. Великий Иоанн Своид сообщил мне вещи достойно слышания, а ты сам, преподобный Отче, по опыту знаешь, что если муж бесстрастен и чист от всякой лжи, от всякой лукавы дела и слова, он рассказал мне следующее. «В обители моей в Азии, ибо оттуда пришелся преподобный, в который я находился прежде, нежели пришел сюда, был один старец весьма нерадивой жизни и дерзкого нрава. Говорю себе не судя его, а дабы показать, что я говорю правду. Не знаю, каким образом приобрел он себе ученика юноши имени Макакия, простого нрава, но мудрого смыслом, который столько жестокости перенес от всего старца, что для многих это покажется невероятным. Ибо старец мучил его ежедневно не только коризнами и ругательствами, но и побоями. Терпение же послушника было небезрассудное. Видя, что он, как купленный раб, ежедневно крайне страдает, я часто говорил ему при встрече с ним, что, брат Акаки, кого сегодня? В ответ на это он показывал мне тотчас иногда синее пятно под глазом, иногда уязвленную шею или голову. Акакия знал, что он делатель, то говорил ему, хорошо, хорошо, потерпи и получи пользу. Прожив у своего немилосердного старца девять лет, Акакия отошел ко Господу и погребен в высыпальнице отцов. Спустя пять дней после этого наставник его пошел к одному пребывавшему там великому старцу и говорил ему, «Отче, брат Акаки, умер». Но старец, услышав, предсказал ему, «Поверь мне, старче, я сомневаюсь в этом. Пойди и посмотри», — отвечал тот. Немедленно встав, старец приходит в высыпальницу с наставником блаженного, он его подвижника, и взывает в него как бы живому. И у поистине он был жив и после смерти. Говорит, «Брат Акаки, умер ли ты?» Сей же благоразумный послушник оказывал послушание и после смерти отвечал великому «Отче, как можно умереть делателю послушания». Тогда старец, который был прежде наставником Акакия, пораженный страхом, пал со слезами на землю. И потом, испросив у Гумена Лавры 14-ю келью близ гроба Акакия, провел там остаток жизни, уже добровольно, говоря всегда прочим отцам, «Я сделал убийство». Мне кажется, «Отче Иоанне, что великий старец, говоривший с умершим, был сам Исей Иоанн Саваид, ибо он рассказывал мне еще одну повесть как бы о другом подвижнике, а я после достоверно узнал, что этот подвижник был он сам. Преподобный Нектарий Печорский Преподобный Нектарий подвязался в Киеве-Печорском монастыре в XII веке. За беспрекословное послушание старше братья Усердия в трудах святой Нектарий именовался послушливым. После многих трудов и подвигов скончался в мире и был погребен в ближних антониях, в пещерах. Священный Мученик Алиф Некреский, Кахетинский епископ, Священный Мученик Алиф, епископ Некреский, один из 13 святых сирийских каппадокийских отцов, основателей грузинского монашества, пришедших в Грузию в VI веке, сведения о них помещены 7 мая, по просьбе грузинского царя Парсмана VI и католикоса Евлавия принял сан епископа и кафедру Некрескую, перцы, захватившие в это время Кахетию в Восточной Грузии. Повсеместно насаждали огнепоклонство. Епископ Алиф, исполнившись апостольской ревности, с крестом в руках ходил по городам и селам своей пархии и истреблял везде грубое суеверие. Туша огни в капищах зороастрийцев Дедовицы и другие горцы Кахетии, жившие по левому берегу реки Алазани, отреклись от огнеслужения и вошли через покаяние в лоноцеркви Христовой. Святитель Алиф обратил христианцы многих перцев. Персидский сатрал, сатрап, живший в городе Рехии, обеспокоенный успешной проповедью святителя, приказал связать его и доставить к нему, как повествует эмеритивно-абхазский католикос Арсений Великий. Автор описания мученичества святого Алифа, святитель Алиф по дороге в реки получил письмо и жезл от своего друга святого Семена Стопника, демногорца, а также простился со своими сподвижниками святым Зеноном и Калицким, и святым Шиом Гвинским, сведения о них помещены 7 и 9 мая. Представ перед персидским сатрапом, святитель Алиф отказался принять зороастризм, страстно обличая его вызвало поклонствие. По приказанию сатрапа, святителя Алифа подвергли бичеванию страшным пыткам, после чего он мученически скончался, избытый камнями в селении реки близ горе. Тело святого Алифа бросили на съедение диким зверям, но ни звери, ни птицы, ни тления не коснулись святых мощей. Братья сантовийской обители с честью погребли их в свои обители. Мощи с то, прославленные с телениями, были позднее при правителе Экартли Степанозе 639-663 год по желанию католикоса Павора, перенесены из сантовийской обители и месхетский сантовийский собор и положены под престолом, где почивают и поныне под спудом. Священный мученик Сатурнин, Сатурнин Тулуусский епископ, священный мученик Сатурнин, третий век, первый епископ Тулуусский, был греком по происхождению и дворянином по рождению. Святой Сатурнин, один из семи святых миссионеров, посланных Римом для просвещения Галии во время правления Декия, 249-251 год. Когда миссионеры добрались до Орля, Сатурнин отправился в области Лангедока и Гасконии, юго-запад Франции, вплоть до границ с Испанией. После больших успехов он столкнулся с черствостью язычников в Каркасоне, где был арестован, освобожденный по вмешательству ангела, он продолжил свою миссию в городе Тулузии, где он нашел в душе более открытой по истину истины, поиску истины. И основал там церковь. Он исцелял больных и прокаженных крестом знамением и вдохновлял слушателей своей проповедью. Оставив преемником Папуле Сатурнин, отправился в Испанию и привел к вере города Паблону и Толедо. По возвращению в Тулузу мученской кончины Папуле святитель Сатурнин столь высиял милостью Божией, что бесы покинули языческое капище, идолы прекратили обслуживать своих жрецов и оставались немыми, несмотря на молитвы язычников и приносимой жертвы. Язычники были тем весьма огорчены. Они готовились привезти быка в жертву на Капитолии, когда пришел Сатурнин, отправляясь на службу Божию. В толпе его кто-то узнал и воскликнул. Вот враг нашей религии знаменосец новой секты, тот, кто учит разрушать наши храмы, тот, кто осуждает наших богов, называя их демонами. Именно он своим присутствием мешает нам получать наши привычные ответы. Давайте будем мстить за оскорбления, которые он наносит нам и нашим богам. Заставим его принести жертвы, чтобы успокоить богов или умереть, чтобы, по крайней мере, его смерть для них была приятна. В то время, как спутники-святители обратились в бегство, Сатурнин, храняя спокойствие, ответил, «Я знаю только одного настоящего бога. Как вы хотите, чтобы я опасался ваших воображаемых богов, в то время, как по вашим словам именно они пугаются меня?» Эти слова епископа привели толпу в мистовство. Схватив Сатурнина, его привязали за ноги веревкой к дикому быку, который, подгоняемый уколами пик, устремился с ярости вон из храма. На первых же ступенях голова святого мученика разбилась. Затем животное, продолжив свой бег по улицам города, превратив в тряпки его тела, волочая его до тех пор, пока веревка не взорвалась. В том месте позже была возриснута церковь в честь священно-мученика Сатурнина. Несмотря на опасность, две бедные христианские женщины пришли вскоре на место, положили тело священно-мученика в деревянный гроб и похоронили его неподалеку. Посещаемый в течение веков многочисленными паломниками могилы апостола Туза была знаменита происходившим на ней чудесами. В этот день Святая Церковь чтит память священно-мученика Сергия Кочурова пресвитера. Продолжение следует...